ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Породистый, наверное, какой-то, да? Он британец, да. Британец, а... Ну, я его очень-очень сильно люблю, да, и вообще животных я обожаю, и, конечно, я всегда за, чтобы вот такие не на улице оставались, а жили дома в теплых семьях. А в детстве были у вас животные? Тоскала домой, каждый. Во-первых, была традиция, начиная с моего дедушки, у меня дедушка работал таксистом. Дедушка по какой линии? По маминой дедушка, вот, по маминой линии. Он у меня был такой большой, крепкий мужчина, вот, но при этом татарин, но при этом вот бабушка поставила такие условия, что животных нельзя. А мне так было обидно, я была маленькая, я очень любила животных. И вот каждую неделю, возвращаясь... Каждый день возвращаясь, значит, он в таксопарке оставлял машину. Так, Шура не очень довольна. Нет, заберите девушку, потому что... Заберите уже в семью, пожалуйста, кто-нибудь. Видите, кошка требует. А, в общем, каждую неделю возвращаясь... Каждый день возвращаясь с работы, оставляя машину в таксопарке, он шел и по дороге где-нибудь у гаражей все время приводил какую-нибудь собаку домой. Так. Но бабушка не любила с ним скандалить, поэтому ночью она с этим... Всем этим делом соглашалась. А утром уже, значит, она выгоняла собаку, накормив ее, естественно, напоив, но выгоняла, говорила, ой, дорогой, он говорит, а где, где? Я вчера привела, он говорит, ну вот я открывала дверь, значит, дверь нараспашку, все, убежал, я по лестнице за ним не успела движать. И каждый раз какие-то новые-новые истории были. В общем, и со мной то же самое. Также я водила и котов, и кошек домой. Потом это где-то продавалось около детского мира, вот, со стороны моих бабушек и дедушек. Вот поэтому, когда я выросла... Задорого можно было бы кошку от Ксении Бородиной подать. Вам надо еще приют организовать. Это, кстати, тоже тема. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва24. Субтитры создавал DimaTorzok